Анастасия Залезская – начинающий специалист по бухгалтерскому учёту, анализу и аудиту. Свои 22 года после окончания университета хотела найти работу, однако без опыта сделать это оказалось проблематично. После нескольких безуспешных попыток трудоустроиться самостоятельно, решила обратиться в комиссию по содействию занятости населению. Я подходила часто в Брестский центр занятости и узнала, что сегодня будет проводиться комиссия собираться по дальнейшему трудоустройству. Результаты обрадовали, потому что есть вакансии, если человек хочет работать, он найдёт работу. Комиссия мне дала полный ответ на все мои интересующие вопросы, надеюсь в дальнейшем, что всё будет хорошо. А вот у Александра Солодухи другая ситуация. Ему 55 лет, проблемы со здоровьем, сложные жизненные обстоятельства, ко всему трудовую крали. Да и места жительства определённого тоже нет. На работу брать не хотят. В своё время работал на БМЗ по специальности оптическая шлифовка. Сейчас подобной работы в Бресте не имеется. Пока приютила соседка, она и предложила обратиться в комиссию по содействию занятости населению. И таких ситуаций, и не только таких, специалисты рассматривают достаточно много. Обращений в комиссию очень много. И сегодня вы уже успели заметить, что люди подходят и люди с разными жизненными ситуациями. Зачастую человек не может самостоятельно где-то трудоустроиться, не может разобраться в вакансиях, которые здесь в управлении по труду ему предоставляют. И как последний крик надежды – это как раз обращение в комиссию. Но не всегда работа комиссий продуктивна. Зачастую люди инертны. И как один из рычагов воздействия на незанятых – это как раз повышенные тарифы на сегодняшний день по горячему водоснабжению, которые выставляют людям, которым предлагали трудоустроиться, они не хотят либо уклоняются от трудоустройства. Как только мы выставляем повышенные платежи, сразу же идет активная обратная связь, звонки секретарям комиссии с тем, а почему, а как. И когда задаешь встречный вопрос, мы же вам писали, вас приглашали. А я не обратил внимания. Но когда вместо 10 рублей человек получает повышенный тариф 50 рублей, он уже начинает это замечать, и, соответственно, идет обратная реакция. И зачастую люди просто приносят документы о том, что он либо работает, либо у него есть земельный участок, либо на воспитание детей. За последний год 95 человек мы вернули, сделали компенсацию, вернули уплаченными деньги, то есть сделали перерасчет. В целом, ситуацию на рынке труда в городе Бресте специалисты характеризуют как управляемую. Больше всего вакансий предлагается в сфере здравоохранения, транспортных услуг, строительства и торговли. Если охарактеризовать в целом ситуацию, то, казалось бы, проблем нет, потому что на учете в службе занятости состоит 450 безработных, а вакансий в 4 раза больше. Но спрос и предложение при любом количестве вакансий и количестве безработных не всегда соответствовал. Поэтому человек должен обратиться к нам. Если вакансии есть, мы выдаем направление на работу. Если по какой-то причине в настоящее время невозможно предоставить вакансию, предлагается переобучение для того, чтобы человек смог получить ту профессию, которая пользуется более устойчивым спросом на рынке труда.